Вот он, настоящий, прочный, способный Гелендваген Батя современных, припудренных G-классов Которые дальше обочины-то и не снижают, а стоят 20 миллионов рублей Что он может? Это практически всё И сейчас я вам это покажу Ой, мокроват Опа, ключосики Первое Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все вы наверняка слышали историю создания G-класса Его специально делали для армии Для того, чтобы можно было спокойно с пулемётом нестись по полям И не испытывать никаких проблем Это потом, в 90-м году была модернизация И ему добавили лоска, так сказать И это стал символ статуса для футболистов, для звёзд Или для светских мамаш А в последствии ещё рэпер Бост Малон начал петь песню G-Wagon, G-Wagon И сделал на этом карьеру Ну а в России это ещё статус, так сказать, бандитизма И людей без вкуса Которые любят перевешивать пластик с новых моделей на самые старые Чтобы маскировать Для них это настоящая маскировка Потому что вот встретить незаколхоженный Гелендваген Без тонировки в современном мире практически нереально Проще дождаться комет в Галлее Или тут Макдональдс откроют быстрее И военные Гелендвагены стояли на вооружении многих стран мира Потому что они были простыми, надёжными И имели огромное количество модификаций Вот наша машина была сделана для службы в Австрии И она имеет отличительную особенность У неё открытый верх То есть в начале ролика, помните, я сказал, что Эта машина может почти всё То есть смотрите, вы можете с друзьями поехать куда угодно Принимать солнечные ванны А при желании можете заехать в сток сена И на утренней зорьке ждать уток Какая машина современная так может? Никакая Только Разве что Лада Веста Спорт А сейчас я вам покажу, как тут всё устроено сзади Во-первых, тут есть петли для транспортировки вертолётом Во-вторых, тут есть деревянный пол Отреставрированный, считайте, как в Роллс-Ройсе всё Две скамеечки Лопата и Брюки превращаются в лавочку Чтобы можно было положить патроны, карту Или Ну красота же Но мне нельзя Потому что мне надо ехать дальше, спасать планету Оставлю это всё на потом И вы, конечно же, помните, что садиться за руль после такого нельзя Мы соблюдаем правила До вечера соблюдаем Потом Нет Так, здесь мосты с блокировками Которые, естественно, включаются механически с помощью вот этих двух рычагов И, как говорит хозяин, зачастую спереди блокировку не ставили Потому что думали, что военные могут её сломать Но это они там у себя могут сломать У нас бы точно не сломали, да? Естественно, тут также есть понижающая передача в раздатке И есть понижающая в самой коробке Это сделано для того, чтобы можно было таскать тяжёлые грузы Вооружение Или другой автомобиль И сегодня, по незапланированному сценарию Эта передача нам пригодилась И мы спасали сегодня советский автопром В лице Нивы Но за руль я не сел Потому что эта машина очень дорогая А я очень бедный Цепляй прямо на колпачок там Он не мешает Ну, прям на колпачок Вообще, Нивы никогда не застревают Это же закон Особенно, если у людей есть с собой коньяк Всё, процесс пошёл Да Это мы на первой? Это мы на грузовой передаче Эль Она сверх пониженная Для буксировки орудий Тяжёлых прицепов И Нивы В Нивы В том-то, вроде, это орудие 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 30 лет, в общем, это орудие Включим Первую передачу Миссия выполнена Переможные за коньяком Опа-па И это, несмотря на то, что тут стоит очень скромный моторчик Дизельный На 92 сила Без каких-либо турбин Электропримочек Просто заливаешь солярку Керосин Дизель На всём работает И спокойно едет Да, конечно, современный G63 Отвезёт вас в любую точку мира очень быстро Но G250 будет это делать лет сто Потому что он очень надёжный Если вы хотите поставить мои слова под сомнение То я вам напомню историю путешественника Гюнтера Хольдторфа Который 25 лет путешествовал на своём Гелендвагене И проехал на нём 900 тысяч километров Лучшая реклама для Мерседеса старого Что касается управления, посадки в этом автомобиле То я рискну всё-таки сравнить его с УАЗиком Простите меня, фанаты Гелендвагена Но, сами понимаете, я еду по полям Сижу тут, всё скрипит Так же, как в родном ГАЗ-69 Ну, или в козле батя Только тут, конечно, всё выглядит очень надёжно Монументально Качественно Гидроусилитель руляет И когда я ездил по бездорожью То есть я включал понижайку И просто спокойно закатывался куда мне нужно На этих маленьких скромных колёсиках А на УАЗике пришлось бы там всё раскочегарить Всё свинит, пердит Но заедет Это вот отличие Ну, ещё отличие в цене на детали Потому что если тут что-то сломается Надо будет искать Например, вот ручка КПП на eBay стоит 500 евро А на УАЗике она стоит пакет молока Куханка хлеб Вообще сложно оценивать проходимость внедорожника На таком скромном бездорожье Ну, сами понимаете У нас съёмки Мы не лезем на Эльбрус Мы не прыгаем в болото Мы просто рассказываем про автомобиль Но я знаю, что человек Который сейчас ездит на УАЗ-2109 Скажет Да я бы на своей девятке Тут проехал уверен Спору нет, друг Поэтому если у тебя есть хорошая девятка Пиши нам На почту И мы снимем её На истинном бездорожье На первый взгляд может показаться, что тут достаточно некомфортно Но поверьте, для военного человека тут всё очень даже хорошо Во-первых, у нас есть розетка для телефона Для управления лебёдкой Управление светом С возможностью включения скрытого режима Есть светильничек, но это уже, так сказать, новодел Что ещё есть? Печка Мог быть кондиционер У нас этого нет И есть отделение для патронов В каком автомобиле есть ещё отделение для патронов? В любом чёрном ленд-крузере Есть ещё один примечательный факт Ведь старые Мерседесы очень любят гнить Особенно в России Но это же машина военная Плюс она открытая Значит, она 100% защищена от коррозии А знаете, что ещё поможет защитить ваш автомобиль? Приложение Автору В котором с помощью отчётов про авто Вы можете узнать историю автомобиля Его пробег, количество ремонтных работ Количество владельцев И ещё много нужных деталей для покупки любого автомобиля Поэтому, чтобы быть защищённым Ваш автомобиль не обязан быть военным Приложения Автору вполне достаточно Помните, я говорил про солнечные ванны? Так вот, это доступно не только для пассажиров сзади А ещё и для водителя Я тоже могу быть в кайфе, так сказать И спасать планету с загаром Достаточно просто опустить лобовое стекло Кто так ещё может? Разве что Астон Мартин Спитсер Но, в отличие от него, мы можем проехать где угодно Достаточно свежо Главное, чтобы внезапно тут не появилось автомобильное шоссе Я не начал ехать 100 км в час Муха пробьёт мне череп тогда Естественно, купить такой автомобиль сейчас непросто Потому что он представляет из себя коллекционную ценность В Европе такие машины смело переваливают за 50 тысяч долларов То, что наша машина сейчас выглядит как персик Это не значит, что она такой покупалась Здесь лежит трудный путь восстановления Где похоронили огромное количество денег, трудов и слёз И для вас не будет секретом тот факт, что автокультура в нашей стране находится в довольно плачевном состоянии И если какие-то модели чудом попадали в Россию То они уже вряд ли дожили до наших дней Я сейчас не про Мерседеса Я могу смело сказать про огромное количество автомобилей Но если вы хотите быть тем самым человеком, который будет поднимать автокультуру То вы можете это начать делать прямо сейчас Найдите свой автомобиль Естественно, через приложение Автору Мерседес, BMW, Honda, не знаю, Nissan И начинайте его восстанавливать В стоковое состояние, без всякого тюнинга Нелепые тонировки, колхоза Потому что пройдёт 10 лет и такие машины начнут цениться гораздо сильнее Ну, это уже начинает происходить, поверьте мне Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии Находите свой автомобиль и поднимайте автокультуру А я буду для вас поднимать настроение, пытаться До новых встреч, ребята!